добрый день сегодня у нас вторая лекция по курсу физико-органических полупроводников и посвящена на химической структуре присопряженных материалов то есть тех материалов которые будут предметом изучения нашем курсе и как мы с вами обсуждали наш подход идти от простого к сложному поэтому для начала мы рассмотрим электронную структуру атомов самый основной атом это углерод потом также азот кислород и фтор и посмотрим как в рамках методомолекулярных орбиталей из них строятся молекулы и мы увидим как легко получается очень важные выводы о химическом свойстве о химических свойствах этих молекул а далее мы рассмотрим понятие гибридизации орбитали которая фактически это повторение то что было на курсе физико-контенсированных сред с неким расширением и потом перейдем к центральному понятию что очень важно для всего курса это понятие писопряжение или как он называет без слова пи просто сопряжение и рассмотрим простейшие сопряженные молекулы и вот ряд примеров этих молекул и структур изображены показаны ниже итак начинаем с молекулы со структуры электронной структуры атомов cn1 1 атом который мы рассмотрим атом углерода атом углерода имеет номер 6 значит он имеет 6 электронов и орбитали здесь шкала энергии на слайде слева нужно сказать что 1с уровне лежат намного ниже чем уровне 2с и 2п который мы будем обсуждать то есть это вот разница она сотни электрон вольт даже на чем это связано связано с тем что заряд углерода 6 поэтому кулоновские силы они существенно больше энергия связи существенно больше чем то которые мы с которой мы встречаемся в атоме водорода порядка десятка электронов и ну вот это такая из любого учебника картинка есть эти клеточки для электронов с главным квантовым числом 2 у нас есть с-орбиталь и 3п атомные орбитали ориентированы перебедикулярно друг другу пусть x у нас будет горизонтальная ось y из y вертикальная а з смотрит на вас нормально к плоскости экрана это три взаимно ортогональные орбиталь и если мы посмотрим на решение для задачи для атома водорода мы увидим что вот эти сп орбитали с и п должны быть вырождены по энергии то есть должны иметь одинаковую энергию но тем не менее рисует именно так то есть энергия этих орбиталей немножко отличается этих состояний с и п вопрос а собственно говоря почему причина этого отличия лежит в том что когда атом многоэлектронный то это бы порождение с и п состоянии вообще состоянии с любым l для данного l который вы можете найти в любом учебнике по квантовой механике для атома водорода она снимается товорождение снимается и с уровней становится немножко ниже чем п это разница в атом углерода порядка нескольких электрон вольт с чем она связана это связано как я повторяю с тем что много электронов и надо учитывать многоэлектронные эффекты но мы рассмотрим идею с чем это связано вот если мы посмотрим распределение электронной плотности в с и п состояниях атома водорода с главным квантовым числом 1 из 2 с и 2 п вы видите такие характерные электронные плотности электронные плотности построены как функции расстояния от центра атома если мы посмотрим на состояние на то то как отличается электронная плотность состоянии 2 с 2 с зелененькая и 1 с обратите внимание что у 2 с электронная плотность вблизи ядра у меня значит указка не показывает уже ближе вот тут она обрезается то она выше чем то есть зеленая линия вблизи нуля идет выше чем красная линия это значит что электронная плотность для 2 с состояния больше чем вблизи ядра обращаю внимание больше чем 2 п а что это означает когда у нас есть многоэлектронный атом когда у нас есть взаимодействие между электронами то есть вот это 1 с оболочка она на самом деле не плохо экранирует то есть один из электрон электронного облака она неплохо экранирует ну так эффективно экранирует заряд ядра и в грубом приближении когда электрон находится состоянии 2 с или 2 п то он взаимодействует с экранированным ядром то есть есть ядро вокруг него с оболочка чуть дальше вот эти орбитали с главным квантовым числом 2 и в чем тут особенность вблизи ядра вот обратите внимание выше электронная плотность у зеленой линии чем у 2 п чем у 2 красный это значит что взаимодействие то есть экранировка она разная будет для 2 с состоянии 2 п из-за того что вот этот эффект экранировки разный и экранировки поля электронов находящимся на состоянии с главным квантовым число 2 она разная и поэтому происходит вот это расщепление вот это подробно описано фейнманских лекций по физике что 2 с сильнее взаимодействие с ядром потому что ядро положительно заряжено и в 2 с состояние с электронной плотность не экранированной вблизи ядра а 2 п ее нет и как результат мы имеем вот в этой области о которой я говорил и как результат мы имеем вот эту разницу в положении 2 с и 2 п состоянии идем дальше и итак у нас есть 6 электронов и мы должны заполнять атомные орбитали в данном случае речь идет об атоме углерода ну как обычно мы должны размещать электроны на орбитали с наибольшей ниши с первые 2 электроны мы должны положить на состояние 1s один спин вверх другой спин вниз спин вниз соответствии с принципом паули поскольку в одном состоянии может находиться более двух фермионов следующие электроны мы должны поместить на 2s состояние и у нас остается еще два электрона куда мы должны разместить ну естественно на 2 на на 2 п орбитали ну вот какие клеточки если вы посмотрите любую книжку то размещают примерно так как изображено здесь то есть два электрона размещают на разных в разных ячейках в разных п орбиталях и при этом спины их еще одинаково ориентированы их можно нарисовать и вниз эти спины разместить один на 2px другой на 2pz не имеет значение имеет значение то что эти два электрона мы должны должны я сейчас объясню почему должны разместить на разных орбиталей и пункт 2 сделать спиновое состояние максимально это правило который имеет в атомной физике свое название может вы даже его помните если помните скажите а если не помните я вам сейчас поясню и так почему электроны расположены на разных п п п биткой что-то сбилась картинка вот при нормально о разных п орбиталях и имеют одинаковые спины то есть для пары электронов находится в триплетном состоянии ответ на это дает так называемое правило хунда поскольку мой подход так поменьше всяких разных сущностей добавлять все должно следовать из каких-то небольшого числа принципов так откуда оно берется почему мы должны размещать электроны в разных клеточках ответ очень простой взаимодействие электронов система стремится иметь такое состояние где кулоновское отталкивание электронов а это всегда положительная энергия должно быть минимально поэтому нужно разместить два электрона на разных орбиталях на этот вопрос мы ответ получили вопрос следующий а почему же они имеют одинаковые спины почему в соответствии с правилом хунда то есть если у нас есть возможность разместить сколько-то электронов на разных орбиталях мы должны разместить по разным клеточкам едва в максимально высоком спинном состоянии ответ на этот он такой же причина этого кулоновское отталкивание электронов но но почему именно так и почему именно так мы сейчас ответим с помощью следующего слайда рассмотрим двухэлектронную двухэлектрон двухэлектронную плотность а точнее здесь изображена двухэлектронная плотность это пси по модулю в квадрате то есть букву новую функцию двухэлектронов x1 и x2 это все координаты x1 первого электрона все координаты второго электрона включая спиновые координаты вот эта хи функция это так называемая спиноорбиталь она включает в себя радиальную часть на которой мы обсуждали на прошлой лекции и спиновую часть которая тут формально записана как альфа в состоянии омега-1 переменная омега-1 относится к электрону альфа допустим спин вверх а бета спин вниз то есть если у нас два электрона которые находятся в состоянии один спин вверх один спин вниз то есть это состояние синглета мы можем посчитать в этом состоянии электронную плотность которая записана здесь с помощью вот так называемых спин орбиталь для спиновых состояний можно вести по формально по правило что какие они должны быть нормированы они ортогональны то есть спиновые части скалярные произведения альфа на бета или бета альфа равно нулю можно формально записать ведь таких интегралов но суть не в этом то есть если мы считаем вероятность найти электрон один в точке x1 другой в точке x2 где координаты x1 и x2 описывают также из спины если это состояние синглетная есть это состояние синглетная как здесь показано мы записываем вот эту электронную волновую функцию она должна быть антисимметрично по перестановке координат двух электронов или как мы знаем ее можно записать в видеопределителя ну это есть система из двух электронов а если система из n электронов то из определителя которым n строк и n столбцов ну для двух электронов это очень просто это вот такое выражение если мы возьмем и для спинового состояния посчитаем проинтегрируем по спинному переменным и получим вот такое выражение вы можете сами это сделать но важно что что если у нас мы обратим внимание на вероятность нахождения двух частиц двух электронов в одной точке пространства с одинаковыми координатами она отлична от нуля еще раз вероятность найти два разных электрона в одной точке пространстве но с разными спинами один вверх другой вниз не равна нулю это следует из этой формулы если мы r1 приравняем r2 у нас будет не нулевое число положительное число а вот если у нас спиновая пара находится ну не спиновая пара пара двух электронов я неправильно говорю в состояние с равно 1 то есть спиновые волновые функции у них одинаковые но здесь они взяты как бета если мы запишем аналогичную вероятность найти состояние электрона один электрон находится в точке r1 другой r2 мы интегрируем его по спиновым индексам ну вот получается такое выражение оно имеет какое-то количество членов но смысл в том что когда для состояния когда спины одинаковые вероятность найти два электрона в триплетном состоянии равна нулю это на самом деле отражает не что иное как принцип то есть в одном электроне не должно находиться два состояния но только тут это выписано для любой пары электронов мы видим что вероятность найти два электрона с одинаковыми спинами в одной точке пространства равна нулю а теперь вопрос а для чего это слайд и зачем я это все рассказываю рассказываю это я для того чтобы пояснить откуда берется правила хунда почему в состоянии в триплетном то есть когда спины двух электронов ориентированы одинаково кулоновская энергия отталкивания меньше и почему мы должны размещать электроны как показано на предыдущем слайде то есть по разным клеточкам по разным клеточкам почему здесь энергии электронного кулоновской отталкивания меньше ответ очень простой если мы теперь посмотрим на этот слайд и на последнюю строчку вот эту выделенную желтым итак два электрона не могут с одинаковыми спинами попасть в одну точку пространства это значит что кулоновская энергия отталкивания будет их меньше чем в случае синглета в синглерном состоянии они имеют право находиться в одной точке пространства вероятность отличная от нуля значит кулоновская энергия будет здесь выше имеется в виду кулоновское отталкивание энергии электронов а здесь ниже итак этот слайд нам позволяет объяснить откуда берется это правило Хунда и понять почему мы должны размещать электроны именно так как показано на картинке итак с атомом углерода будем считать что вы забрались если есть вопросы задавайте следующий атом который мы рассмотрим это следующий атом это фактически кусочек строчки из таблицы Менделеева атом С прибавляем один электрон получаем атом азота я схематически нарисовал уровни энергии чуть ниже почему чуть ниже потому что так называемая электроотрицательность атомов растет слева направо или способность принимать электроны то есть способность то есть если мы накидываем на этот атом С электрон он оказывается здесь и эта энергия она отчитывается от некого вакуумного уровня она вот ну какая-то предположим от края этого слайда а вот здесь на атоме N значит если мы накидываем электрон из вакуума он приобретет большую энергию то есть он с большей охотой принимает электрон что такое электроотрицательность мы с вами разбирали на прошлом курсе ну можно сформулировать так это химический потенциал атома если это вам будет проще для понимания ну кто кто помнит хорошо статистическую физику это проще ну можно так определить это некое понятие электроотрицательность определяют по-разному и вот например Артем Аганов в последнее время выдвинул свою концепцию электроотрицательности как ее можно понимать к этому понятию обращались такие великие люди прошлого как Лайнус Полинг Маликен открыватель ну лауреата Нобелевской премии скажем так суть не в этом и так электронов на один больше значит нам ничего не остается по правилу Хунду как разместить этот электрон в еще одну клеточку и чтобы спины всех электронов были одинаковые следующий атом который мы рассмотрим почему мы рассматриваем атомы потому что мы потом будем рассматривать молекулы то есть обычно ну мы ограничивались в курсе таком когда мы рассматриваем конденсированные среды рассматриваем только молекулы водорода здесь мы рассмотрим более сложные молекулы пользуясь идеями методами молекулярных орбиталей в качественном виде и так если у нас еще один электрон нам ничего не остается как его забросить в еще одну клеточку ну мы можем забросить в эту в эту или в эту не имеет значения все эти состояния имеют одинаковую энергию ну и наконец атом фтора где у нас один только электрон остается не спаренный и если мы добавим еще один электрон это будет уже у нас инертный газ и атом фтора вот так на шкале энергии по вертикали подрывается шкала энергии такая условная без масштаба конечно что просто тут и смысл в том вот отразить что электронные уровни в ряду ЦНОФ в таблице Менделеева они идут ниже для каждого атома электронное сродство и потенциал ионизации если кто-то помнит или знает что это такое итак теперь переходим после изучения структуры атомов как будут выглядеть молекулы мы рассмотрим три молекулы это так с такой дидактической точки зрения это весьма полезно как работает метод молекулярных орбиталей итак у нас есть рядом два атома мы начнем с кислорода с кислорода а потом посмотрим на азот на котором на одном электрон меньше да то есть мы начнем с кислорода рассмотрим потом азот а потом фтор вот такая последовательность она наиболее поучительно рассматривать именно в такой последовательности Итак, у нас есть слева и справа уровни энергии атомов до взаимодействия, то есть когда их электронные волновые функции, хвостики их не перекрываются, это атомы, мы их сближаем на какое-то расстояние. И чем ближе мы их сближаем, появляется перекрытие волновых функций, появляется расщепление электронных уровней согласно методу молекулярных орбиталей, и мы должны, когда это расщепление произошло, разложить электроны, которые тут изображены в этих клеточках, то есть еще раз, в кислороде у нас 8 электронов, 4, 1, 2, 3, 4, имеется в виду в 2 состояние с квантовым числом 2 электронов 6, как тут показано, а еще есть 2 электронов в состоянии 1с, которые глубоко-глубоко ниже, которые здесь не изображены. Изображены только в состоянии 2с. Вы сейчас поймете, почему этого достаточно. Итак, мы сближаем эти молекулы, S-орбитали у нас такие сферические, имеют сферическую симметрию, происходит расщепление, как только эти сферы перекрываются, и для молекулы мы имеем уже молекулярные орбитали, сигма, которые называют, которые образованы из атомных S-орбиталей. И P-орбитали образуются так, что поскольку мы сближаем молекулы по оси Z, у нас есть орбитали Z, которые ориентированы вот таким образом, и они ориентированы по оси Z, то есть PZ-орбитали испытывают наибольшее перекрытие по сравнению с PX-орбиталями и PY. Если перекрытие орбиталей больше, то тогда согласно методу молекулярных орбиталей, который мы вспоминали на прошлой лекции, расщепление, вот это расщепление, связанное с резонансным интегралом, оно будет больше. То есть PZ-сигма, PZ-орбитали, и сигма со звездочкой, напомню, сигма это связывающая молекулярная орбиталь, сигма со звездочкой, или неважно, P со звездочкой, вот тут звездочки изображены, это антисвязывающая или разрыхляющая. И название для этих орбиталей связано с тем, что если мы помещаем туда электрон, то электроны или два электрона, электронную пару, то они дают положительный вклад в энергию связи. Энергия связи отчитывается от уровня невзаимодействующих атомов, например, вот от этого уровня, который я рисую. То есть электроны, которые ниже, они дают вклад в энергию связи. Энергию, которую выше, они дают отрицательный вклад в энергию связи, поэтому их называют орбитали разрыхляющей или антисвязывающей. По-английски это bonding orbitals, bonding orbitals это антибондинг, антисвязывающий. В русской литературе встречается такое еще разрыхляющее, может антисвязывающий, он полностью эквивалентен английскому термину. Итак, расщепление для Px-орбиталей, которые ориентированы, Py-орбиталей, которые ориентированы так, и Px-орбиталей, которые ориентированы нормально к плоскости доски, оно одинаково, и оно меньше, чем для Pz. Вот что следует из метода молекулярных орбиталей. Теперь, когда мы изобразили эти орбитали, что нам нужно сделать? Нам нужно заполнить эти орбитали электронами. Поскольку для полностью заполненных атомных орбиталей мы должны эти 4 электрона, 2 слева и 2 справа, разложить на вот эти 2 орбитали. И заполнятся они таким образом, как у меня изображено, так, что-то лишнее, секундочку, да, вот так, 2 электрона внизу, 2 электрона вверху. Если мы вспомним, допустим, молекулу гелия, если мы будем ее, гипотетическую молекулу гелия, которую мы можем рассмотреть в рамках метамолекулярных орбиталей. Энергия связи для такой молекулы равна нулю. Почему? Потому что 2 электрона находятся на связывающей орбитали, а 2 электрона на антисвязывающей орбитали, электронной орбитали. В простейшем приближении метамолекулярных орбиталей, когда это расщепление вверх и вниз, оно одинаково, в простейшей версии, то мы получим энергию связи равна нулю, что полностью соответствует действительности. Этот факт тут очень примечательный и говорит о том, что заполненные атомные оболочки, согласно методу молекулярных орбиталей, не дают никакого вклада в энергию связи. Это мы видели на примере атома гелия, молекулы гелия, которые можно попытаться гипотически образовать по методу молекулярных орбиталей. Поэтому, что важно, почему в химии все время идет речь о валентных электронах, то есть находящихся на орбиталях, которые не полностью заполнены, если такие есть, в инертных газах, допустим, такого нет. А в остальных всех случаях орбитали, где находятся валентные электроны, они не полностью заполнены. И поэтому все химические электронные свойства в основном определяются именно этими валентными электронами. А вот эти электроны на заполненных орбиталях, они, ну как было сказано, никакого вклада, по крайней мере, в рамках метода молекулярных орбиталей не дают, и это является хорошим приближением, как мы говорили. Итак, мы из четырех электронов, поскольку у молекулы кислорода шесть электронов находятся в состоянии с квантовым веществом два, если у нас два атома, она образует молекулу, значит, у нас должно быть в целом 12 электронов, и мы должны их распределить по тем состояниям, которые вот в центре слайда. Распределяем, берем еще два электрона, ну где мы должны их разместить? Естественно, это πz орбиталии, поскольку они с наименьшей энергией. Еще у нас есть электроны, еще пара электронов. Мы их размещаем на πx и πy орбиталии, они здесь вырождены, поскольку их перекрытие одинаковое, я об этом только что сказал. Итак, у нас сейчас, у нас должно быть тут шесть электронов, тут шесть, всего 12, сейчас у него четыре электрона, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Еще осталось два электрона, но куда нам их остается положить? Свободные места у нас только сверху, и нам ничего не остается сделать, как оставшиеся два электрона разместить на антисвязывающих орбиталях. То есть пока мы не положили эти два лишних электрона, у нас связь между атомами кислорода должна быть расхимическая связь, то есть каждая пара электронов дает черточку, как химики рисуют, или химическую связь. Два химическая связь, три химическая связь. Но мы знаем, что кислород, его изображает О2, и рисует две палочки. Почему так? Потому что у нас есть еще пара электронов, пара электронов от каждого атома, и мы должны их разместить на вот эти клеточки, которые находятся на антисвязывающих орбиталях. То есть что это значит? То есть вклад этих двух электронов, он в энергию связи отрицательный. И в рамках простейшего метода молекулярных орбиталей, вот этот вклад в энергию двух электронов, сидящих на верхней орбитали, полностью компенсирует одну вклад в энергию связи от пары πx электронов или πy. И таким образом у нас есть пара электронов на антисвязывающих орбитале, пара электронов на связывающих, в сумме оно делает их вклад в энергию связи 0, и тогда у нас остается именно две связи. Одна черточка от πz и вторая черточка от πx или πy. То есть уже рассматривая эту схему, мы понимаем, что вот эта схема с черчиками, она довольно условная, потому что если такое чуть-чуть усложнить, одна черточка должна быть явно пожирнее, а другая похудее. То есть почему? Поскольку вот эта связь πz, она должна посильнее быть, чем πx, πy. Ну это уже такие детали, и просто это подчеркивает, что язык черчика, он такой условный, он что-то отображает, но не все. Что еще важно? Что электроны мы разместили в согласии с правилом Хунда на разных орбиталях и дали им одинаковый спин в согласии с правилом Хунда. Что мы можем сказать, исходя из этого рассмотрения, о спине молекулы кислорода? Спин молекулы кислорода в основном в состоянии. То есть есть электроны, вот все электроны спарены, у каждого есть пара, а вот эти два, они образуют спиновое состояние с общим спином единица. И это действительно так. Молекула кислорода имеет спин равный единице. Она имеет на вот этой несвязывающей орбитали два электрона, которые могут вступать в химические реакции. Это объясняет чрезвычайно высокую химическую активность молекулы кислорода. Мы знаем, что кислород один из самых активных молекул, я обращаю внимание, молекул не только элементов, но и молекул. То есть молекулы кислорода находятся в воздухе, они нам помогают жить, мы дышим, нам нужен кислород. И они очень активны, они стремятся вступить в химическую связь со многими-многими другими соединениями. То есть кислород окисляет, допустим, железо ржавеет, органика сгнивается или, как говорят, окисляется. Процесс гниения – это тоже, в принципе, окисление во многом, это взаимодействие с кислородом. То есть вот это свойство, что молекула имеет спин равный единице в основном состоянии, оно встречается для молекул очень редко. И это же свойство объясняет очень высокую реакционную способность молекул кислорода. Мы можем себе задать вопрос, но если кислород такой реакционно способный, он должен в атмосфере совсем прореагировать, и до кислорода у нас не должно остаться совсем. Но спасает нас от этой ситуации фотосинтез. Он постоянно нам добавляет в атмосферу кислорода, таким образом у нас в атмосфере мы находимся в состоянии динамического равнобесия. Кислород все время пребывает, и он убывает из-за того, что мы дышим, и млекопитающие дышат, но сейчас, в эпоху 20-й век, 21-й век, мы скорее используем атмосферный кислород, мы его используем за сжигание. И тем самым, вот так мы расходуем кислород, поскольку она из самых активных молекул. Ну а теперь рассмотрим молекулу азота. То есть, чтобы рассмотреть молекулу азота, мы должны отнять из этой диаграммы пару электронов. Ну, соответственно, здесь на одну электрон поменьше, здесь один электрон поменьше. Ну, и заряд ядра, он тоже будет меньше на единицу, чтобы компенсировать общий заряд. Итак, молекулы азота. Что мы должны сделать? Фактически мы должны убрать пару электронов, которая была на антисвязывающих орбиталях. Мы ее убрали. Эти клеточки здесь пустые. И считаем количество химических связей. Еще раз. Полностью заполненные орбитали не дают никакого вклада в химическую связь, а дают орбитали частично заполненные. Это у нас одна черточка, одна пара электронов. Если мы вспомним метод валентных связей, то каждая пара электронов дает вклад в химическую связь. В методе молекулярных орбиталей это не обязательно. Даже один электрон, находящийся на молекулярной орбитале, дает вклад в химическую связь. Но это уже тонкости. Итак, почему здесь три черточки в молекуле азота? Почему валентность азота может быть равна трем? Почему? Ой, не валентность. Число химической связи, ну да, ну и валентность. Он может тут проявлять и другую валентность, но суть не в этом. Итак, одна химическая связь, вторая химическая связь и третья химическая связь. Три черточки. Мы можем еще раз обратить внимание, что вообще говоря, одна черточка должна быть чуть покрепче, пожирнее, потолще или покороче каким-то образом отражать, что не все связи эквивалентны. Химическое поведение молекулы азота и кислорода, вы, наверное, хорошо знаете, что азота в атмосфере преобладающее количество, он в основном себя ведет инертно, никуда не вступает. Это такой газ, довольно близок по свойствам к инертным газам. То есть он очень малореакционно способен. И это объясняет, вот эта диаграмма построена с помощью идей методов молекулярных орбиталей. То есть спин равен нулю, обращаю внимание, низкая химическая активность, все электроны в этой молекуле спарены и все находятся в связанном, размещены на связывающих орбиталях. И даже название азот, если по-гречески а это отрицание, азо это жизнь, то есть отрицание жизни, как он не поддерживает жизнь в отличие от кислорода. То есть обратите внимание, какое кардинальное отличие в химических свойствах, если мы уберемся из два электрона. Ну а теперь рассмотрим молекулу фтора, которая находится справа от кислорода. Ну давайте вам отмотаем еще, чтобы напомнить атомную структуру. Так, что-то у меня перекидывается. Так, вот она. То есть мы рассмотрели молекулу кислорода, потом молекулу азота, и нам осталась молекула фтора. Ну теперь мы уже знаем, что нужно делать надо. Теперь к орбиталям, вернее к электронной системе молекулы кислорода набросить еще пару электронов. То есть тут изображена картинка для молекулы кислорода, где спиннером был равен единице. Для фтора мы должны еще прибавить, появился один электрон на одном атоме, один электрон на другом атоме, и мы должны закинуть их наверх. Вот эту пару. И таким образом мы видим, что у нас электроны на πx и πy орбиталей, вклад в энергию связи от связывающих, равен в точности от антисвязывающих. То есть они компенсируют друг друга. Поэтому связь у нас в молекуле фтора одинарная. И вот мы видим, что метод молекулярных орбиталей очень эффективно объясняет химическое поведение, валентность. И спиновое состояние, кстати. Спиновое состояние у фтора равно нулю. И мы можем сделать некое резюме. Таким образом, метод молекулярных орбиталей объясняет очень важное, что спин в основном состоянии у молекулы с четным числом электронов. Обращаю ваше внимание, это очень необычно, что с четным числом электронов мы имеем спин отличный от нуля, от синглета, то есть триплетное состояние. Мы поняли, что для молекул Н2 и фтор-2 в основном состоянии спин район нулю. Метод молекулярных орбиталей также объясняет вот эту структуру связей химических у молекул, которые мы видим в любой книжке, учебнике по химии, и разницу в реакционной способности. И она связана с наличием неспаренных электронов. Ну, это мы еще поняли на первой лекции. Я напомнил вам, что радикал — частица с неспаренным спином, откуда пошел термин радикал. То есть активная частица, которая готова вступить в химическую связь. После этого напоминания, ну, анализа такого полезного, что как же образуются химические связи из разных орбиталей, мы можем, я хотел бы вам дать некое понятие о методах квантовой химии. Вот то, что мы сейчас рассуждали, оно очень качественно, в принципе, неплохо. И основные закономерности этот метод молекулярных орбиталей ухватывает. Но, конечно, если мы посмотрим на числа и хотим сопоставить с этим экспериментом, они будут не очень хорошо ему соответствовать. И поэтому очень широко сейчас применяются методы квантовой химии с появлением компьютеров. И компьютеры все мощнее и мощнее. Возможности, казалось бы, все больше и больше. Это действительно так. Но не с той скоростью, совсем с которой мощнее компьютеры, а гораздо медленнее. И чуть-чуть я хотел бы остановиться о методах квантовой химии, поскольку они очень много используются при анализе электронной структуры самых различных материалов, в том числе и присопряженных, о которых пойдет речь в этом курсе. То есть, одно, один из, ну как основ методов квантовой химии, это метод Харт-Рифокко, ему уже практически 100 лет. То есть, идея в том, что мы хотим найти энергию основного состояния. То есть, минимизируется и ищется минимум энергии. То есть, минимум, это вот как уравнение Шреддингера записано здесь, слева число энергии, справа функционал. То есть, H, он действует на Пси и делим на Пси. Это и есть функционал. То есть, нечто, число, зависящее от функции. И, используя вариационный метод, ищет минимум вот этого функционала, соответственным образом конструируя волновую функцию с помощью различных приближений. Как ее можно конструировать? Мы с вами рассматривали, например, начиная с метода молекулярных орбиталей или с методов валентных связей, добавляя туда разные физические вклады, а может быть и не очень физические, но в конечном счете цель одна, минимизируйте энергию. И метод Артрефока, чем он примечательный, что он фактически сводит вот эту многоэлектронную задачу к одноэлектронной. То есть, как будто у нас есть электроны, и каждый из электронов движется в самосогласованном поле других электронов. В самосогласованном поле других электронов. Это так называемый среднеполевой метод. При этом выполновая функция многоэлектронная, если у нее n электронов, электронов ее нужно записывать, она должна быть записана в антисимметризованном виде, поскольку если мы переставляем координаты электронов, мы получаем, в принципе, равноправную волновую функцию, но только надо при этом знак поменять. И вообще, как говоря, мы должны рассматривать линейную комбинацию всех возможных таких волновых функций, произведения входят в которые ψ1, ψ2, ψ и так далее. n плюс еще ψ1, ψ2, допустим, переставили первый и второй электрон, потом второй и третий и так далее, и так далее. И таких перестановок будет, таких членов в определителе, с помощью которого можно записать, будет n факториал. То есть, тем больше n, тем больше у нас членов в этой волновой функции, которую мы записываем, обращаю вас внимание. То есть, если n 100, значит 100 факториал, n 1000, 1000 факториал. То есть, растет очень резко с увеличением количества электронов. И уравнение хард-рефлока, вот что важно, они учетуют, отталкивание электронов идет по методу среднего поля. То есть, мы можем свести эту многоэлектронную задачу к одноэлектронной, что у нас вот этот есть оператор хард-рефлока, до которого я указкой дотянуться не могу на экране, обрезается. Есть вот эта энергия, и есть пси-волновая функция. И эта задача фактически одноэлектронная. То есть, электрон имеет кинетическую энергию, он взаимодействует с атомным основным, и он взаимодействует с другими электронами. Вот это hf изображено взаимодействием с другими электронами, но он движется в самосогласованном поле других электронов. Это неплохое приближение, но оно не рассматривает так называемые корреляции, то есть, мгновенные координаты электронов. То есть, оно в среднем, то есть, этот оператор рассмотрит взаимодействие на выделенный электрон, как усредненное поле от всех. Но это же неправильно, поскольку электроны двигаются, и это поле сильно меняется в зависимости от мгновенных координат электронов. И в этом состоит основная ошибка в методах Артрефока от более точных вычислений, которые дают, от более точного решения задач, которые более приближены к реальности. И вот уравнение Артрефокта, это основа методов, так называемых абоницио, или с первых принципов, которые на самом деле очень ресурсоемкие. Почему они ресурсоемкие? Потому что сложность решения задачи растет факториальным образом с числом электронов. И это приводит к тому, что тут точные, более-менее точные решения, то есть Артрефокт с учетом корреляции, о которых я только что сказал, в принципе, такого типа задачи, их можно решить для порядка 10-15 атомов. Или, если описать определенных электронов, порядка там, ну непорядок, примерно 16 электронов. И никакие суперкомпьютеры не помогают, поскольку сложность задачи растет чрезвычайно быстрым образом с увеличением числа частиц системы. Что с этим делать? Вот больше 50 лет назад вот в этих работах было бы предложено решение, как можно справиться приближенно с этой задачей. То есть не решать квантомеханическую задачу в лоб. И это так называемые теории функциональной плотности, TFAP по-русски, или Density Functional Theory, DFT. Это часто управляет с такой аббревиатурой даже в русской литературе. Вот один из Нобелевских лауреатов в конце 20 века удостойный Нобелевской премии за развитие теории функционала плотности. Основные работы выполнены, вот они были в первой половине 60-х годов Коном, Шеном и Хоненбергом. И идея этих методов состоит в том, чтобы чтобы упростить эту задачу, решение задачи для многих-многих электронов, ее упростить. Упрощение ее, идея этого стоит в том, что если есть многоэлектронная волновая функция, есть электронная плотность, которая считается как Пси по модулю в квадрате, для всех электронов усредняется. И вообще это Н функция всего лишь трех пространственных координат. Если тут эта функция всех координат электронов, включая спиновые, то тут она функция трех координат. И оказывается, можно сформулировать в принципе эквивалентное решение уравнений Шрёдинга для многоэлектронной системы, используя понятие электронной плотности. И это можно сделать точно. И в принципе, основы этого метода были заложены вот в том числе Вальтером Коном, лауреатом Нобелевской премии. Ну и я не хочу дальше углубляться. Мне хотелось подчеркнуть на этих двух слайдах, что есть такие два подхода к расчетам. Один на уровне, это решать уравнение Шрёдингера, как говорят, в лоб с помощью методов Абницио. Учитывая, допустим, мгновенные корреляции координаты электронов, есть огромное количество методик, которые позволяют это делать. Это сильно увеличивает ресурсоемкость расчетов, потому что на самом деле, что было сказано, нужно считать не только основное состояние, но и возбужденное состояние, первое, второе, третье и в принципе все. Все зависит от точности, которую вы хотите учесть. Есть методы полуэмпирические, как называемые, или параметризованные, что когда мы берем какие-то параметры, вот, например, там, резонансный интеграл в методе валентных связей, молекулярных орбиталей, или в методе валентных связей кулоновский интеграл, обменный интеграл, мы должны его откуда-то взять. тогда эта задача становится очень проста. Есть методы Хартрефока, которые мы чуть-чуть рассмотрели, и более такие точные методы, я сказал, что метод Хартрефока это основа для объединительства методов, из первопринципных, но вот для нормальной точности адекватной нужно еще добавлять корреляции электронов. И есть, наконец, метод теории функциональной плотности, который чрезвычайно эффективен, и Нобелевская премия эта дана была не зря, то есть сейчас многие-многие сложные системы рассчитывают с помощью методов теории функциональной плотности. Кому интересно, ну, в принципе, у нас был доклад уже на прошлом курсе по теории функционала плотности, если кто-то решится взять, это тоже интересно, можно, но именно уже с преломлением на системы с Пи электронами. Так, контрольные вопросы мы пропускаем и переходим к следующему разделу, к следующему разделу, который мы еще раз вспомним, что такое гибридизация орбиталей, поскольку чрезвычайно важен для понимания химической структуры, не только химической, электронной и свойств Пи сопряженных молекул, сформулируем, что такое Пи сопряжение, это ключевое понятие, на чем фактически стоит весь этот курс, а потом уже будем рассматривать молекулы от простого к сложному, этилен, более сложные молекулы, поли, когда уже много, вот тут их названия приведены, о чем я уже показывал. Итак, гибридизация орбиталей, опять это некое напоминание, но поскольку эта тема очень важная, от того, что я напомню, еще, я думаю, хуже не будет. Итак, идея связана с Славянским Полингом, Нобелевским лауреатом 1954 года, вот с такой формулировкой за химическую связь и его вклад в науку, вот вклад электроотрицательности, о чем мы говорили, гибридизация, о чем мы сейчас будем говорить, и ряд других открытий, то есть, его называют отцом витаминов, с тех пор в массовое сознание внедрено, что витамины полезны, и ряд других еще открытых, открытий, иногда его называют отцом молекулярной биологии. В принципе, он был близок к расшифровке структуры ДНК в 50-е годы, близок, ну, была такая жесткая конкуренция, и на самом деле вот структуру ДНК расшифровали, раскрыли, из чего нас состоит другие ученые. Итак, возвращаемся к атому углерода, и если мы посмотрим на электронную структуру, обратите внимание, что мы рассматривали только молекулы Н2, О2, и вторую. А про С мы ничего не говорили, мы отложили С вот на сейчас. То есть, если мы заполним электронные орбитали атома углерода, как показано здесь, мы должны сделать вывод, что валентность углерода равна 2, потому что у нее 2 электрона на внешних орбиталях. Но что мы видим в эксперименте? Мы знаем такие структуры, как метан, то есть CH4, CH4, где валентность углерода 4, и, как правило, углерод поверяет валентность 4, а не 2. Так в чем же дело? И для объяснения строения многих соединений, почему так происходит, Лайн использует, предложил идею гибридизации, которую я вам напомню. Гибридизация чего? Атомных орбиталей. Поскольку вот эта разница в состоянии 2С и 2П, она порядка нескольких электронов вольт, по сравнению с общей энергией, которая достигает существенно выше, то есть эта разница не очень велика, то тогда в принципе мы можем рассматривать вот такую ситуацию, ну вот, как рассуждал Полин, то есть мы рассмотрим возбужденное состояние, и тогда в возбужденном состоянии у нас будет 4 электрона. И поскольку их энергии близки, мы, используя идеи принципы суперпозиции, то есть волновая функция может быть линейной комбинацией атомных орбиталей, молекулярных орбиталей. То есть пользуясь идеей, мы можем объяснить, что почему же углерод проявляет валентность 4. То есть если мы предположим, что если вот при атомы углерода были на бесконечности, мы каким-то образом их поприближаем из бесконечности к атом углерода, углерод был сначала в таком состоянии, ему выгодно как бы перейти в возбужденное состояние и образовать 4 связи. Вот такой ход был в рассуждении Лайнуса Полинга. И еще раз эта идея стоит в том, что поскольку эти энергии не сильно отличаются, то решением задачи квантофизическая основа этих рассуждений, то есть принцип суперпозиции в квантовой физике. То есть решением задачи может быть линейная комбинация атомных орбиталей. Эту линейную комбинацию мы можем смотреть, если вот они, эти уровни, ну если вырождены, это как бы очевидно, если почти вырождены, то есть расщепление не очень велико. И мы знаем, что валентность равна 4, вот Лайн из Поллинга он ее объяснил, что она равна 4, что если нет гибридизации, он должен проявлять валентность 2, а если мы вот эту идею гибридизации атомных орбиталей используем, он может проявлять валентность 4, что и в большинстве случаев реализуется. То есть гибридные атомные орбитали это комбинация всех четырех волновых функций, которые вы здесь видите, то есть px, py, pz, которые входят из симметрии с одинаковыми коэффициентами в случае sp3 гибридизации, то есть sp3 это у нас в гибридизации участвуют все орбитали 4, все 4 орбитали, то есть с коэффициентом входит орбиталь вот эти b, c, d и симметрии должны быть одинаковые, то есть мы себе представляем вот такую электронную структуру и в sp3 гибридизованном состоянии у нас когда мы используем такую комбинацию волновых функций, она отвечает неким состояниям, которые 4 штуки 4 и эти состояния имеют одинаковую энергию, но это 4 эквивалентные орбитали расположенные в пространстве по углам тетраэдра. То есть так выглядят атом углерода его гибридные орбитали в метане так называемый случай sp3 гибридизации. sp3 то есть 4 орбитали 1s и 3p гибридные почему так происходит? Поскольку это энергетически выгодно. Поскольку гибридизованная орбиталь она имеет вот в каждой из четырех вот она ориентирована здесь в центре атома углерода по углам тетраэда расположены атомы водорода. Она ориентирована направлена к атому водорода. За счет этого обеспечивается наибольшее перекрывание с орбиталью атома водорода который по углам тетраэда больше перекрытия сильнее химическая связь. Вот такие идеи лежат в основе понятия гибридизации. Таким образом есть 4 орбитали и это состояние более энергетически выгодно потому что лучшее перекрытие с соседними орбитали то есть орбиталь имеет как вы видите четкую направленность если pxp обычная атомная орбиталь она в одну сторону и в другую она симметрична то есть электронная плотность гибридной орбитали концентрируется в определенном направлении то есть в направлении CH связи то есть в основном электронная плотность сосредоточена в области связи обращаю внимание это важно для SP3 гибридизованных орбиталей для так называемых локализованных орбиталей то есть где электронная плотность расположена практически вся между атомами но это не вся история ну вот тут резюме то есть выигрыш по энергии связи лучше перекрытие гибридных орбиталей ну чтобы у вас было в презентации все то же самое что было сказано здесь написано она дает направленность химической связи большую энергию а теперь ну это еще одна картинка ну как бы с другой визуализацией то есть у нас вот неспаренный электрон здесь неспаренный электрон и у нас образуется вот это 4 эквивалентные связи угол между ними если мы поместим углерод в центр тетраэдера угол между связями будет 109 с половиной градусов как следует из математики и пример который я хочу остановиться с по 3 гибридизации мы постепенно приближаемся к писопряженным системам но пока это не писопряженная система а это молекулы этана С2 А6 то есть если мы возьмем две молекулы этана мысленно отормем от каждой по молекулам водорода мысленно это не вот как это сделать там это химики пусть думают ну и тогда у нас эти эти два радикала которые называют метил то есть метан у нас был если мы оторвали атом водорода у нас радикал активная частица с неспаренным спином метил два метила встретились друг другом и образовали этан то есть вы можете себе представить что если у нас атом водорода в метане замещен метилом мы получим молекулу этана ну и посмотрим на их химическую структуру то есть вот эта СС связь с которой мы еще не встречались так называемая одинарная связь сигма связь образована СП3 гипертизованными орбиталями которые перекрываются и дают химическую связь длина которой 1,54 ангстрема обращаем внимание на эту цифру энергия связи 3,6 электрон вольт но чтобы иметь какую-то точку отчета для рассмотрения рассмотрения разных разного типа углеродных связей к чему мы сейчас перейдем электронная плотность опять же локализована между связями связь сильная и прочная ну и обращаю ваше внимание что вот эти боподороды то есть боподороды слева и справа они могут практически свободно вращаться относительно вот этой линии соединяющей центры молекул относительно цс связи почему почти свободно потому что все-таки закон куклона никто не отменял и вот на этих водородах имеется избыточная электронная плотность потому что она смещена в область связи то есть на водородах имеется небольшой положительный заряд эти водороды от соседних атомов углерода отталкиваются и поэтому если мы будем понижать температуру ну не понижать температуру вот есть отталкивание протонов поэтому почти они полностью свободное вращение ну вот это можно увидеть на таком рисунке то есть есть информации когда так называемые поворотные замеры когда эти водороды строго друг напротив друга энергия чуть ниже и они стремятся развернуться относительно друг друга чтобы достичь минимума кулоновской энергии ну вот характерное изменение энергии при этом отталкивание протонов порядка 0,12 электрон вольт много ли это или мало если мы вспомним что величина кт при комнатной температуре 25 милл вольт то есть это примерно чуть меньше чем 6 кт ну 5 кт да п5 кт то есть п5 тепловых энергий ну это не не так уж и мало и то есть это известный факт то есть что вот вокруг одиннавной связи могут почти свободно вращаться фрагменты молекулы в данном случае левый и правый ну а теперь еще пример который у нас был то есть СП3 гипротизация просто обращаю ваше внимание она обеспечивает самые сильные химические связи которые мы знаем в природе это связи молекулы алмаза ой не в молекуле в структуре алмаза я неправильно говорю в структуре то есть кристалл алмаз самый прочный материал энергия то есть чтобы никакого материала попрочнее алмаза нам неизвестно несмотря на то что выходят периодические статьи как какие-то ученые рассчитали какую-то структуру попрочнее алмаза но есть еще часть комьюнити которые утверждают что даже пытаются может доказать это что ничего попрочнее алмаза быть не может важно важно то что на сегодня мы знаем что попрочнее алмаза ничего нет почему потому что это sp3 гибридизованные орбитали они образуют сильное перекрытие друг с другом связь имеет направленность и то что сказано было выше ну а теперь переходим к сопряженным молекулам и начнем мы с молекулы этилена с первой наиболее простой с сопряженной молекулы или пи сопряженной молекулы вот это слово пи я буду все время опускать вот тут оно в нагладе есть пи сопряженных но очень часто его опускают и все время под сопряженными имеются ввиду пи сопряженные молекулы полимеры, материалы называют, то есть углерод, графен, допустим, нанотрубки, фуллерены, все относится тоже к пи-сопряженным материалам, и есть система пи-сопряжения электронов. В принципе, система сопряжения может быть также у д-электронов, но это так некая экзотика, наверное. Итак, чтобы перейти к молекулу этилена и понятие пи-сопряжения, нам нужно рассмотреть еще один случай гибридизации, который экспериментально мы видим в природе, а значит, он реализуется, так называемый sp2. То есть, когда гибридизуются не все четыре орбитали, а только три, 2p и 1s, эту гибридизацию очень удобно, ну, поскольку это на плоскости, удобно ее представить из px, py, это две восьмерки, где цветная часть этой восьмерки обозначает знак волновой функции, то есть у волновой функции есть знак, обращаю ваше внимание, это знак волновой функции, то есть если мы возьмем psi по модулю в квадрате, нам не нужно их закрашивать, это знак волновой функции. Мы складываем именно волновые функции, то есть если мы 2s складываем с 2p, у нас получится три эквивалентные орбитали, это будет случай так называемой sp2 гибридизации. То есть образуются в плоскости три направленные орбитали, угол между ними строго 120 градусов, это случай sp2 гибридизации. Сколько гибридных орбиталей? Ну мы фактически получили ответ на этот вопрос. Три штуки. Три эквивалентных орбитали одинаковой формы энергии, sp2. Так вот эта sp2 гибридизация характерна для всех π сопряженных материалов. sp2 в чистом виде или почти sp2? Почему почти? Об этом для некоторых материалов я остановлюсь. Итак, молекула этилена. Ее формула С2H4 и изображает ее С как двойная черточка. То есть у нас гибридизуется, ну опять же, вот эта логика рассуждения. У нас есть возбужденное состояние, атом из S орбитали переходит как бы в P состояние, и мы имеем гибридизованные орбитали. Но при этом в гибридизацию не вовлечена одна P атомная орбиталь. Как она была, так она и осталась. А sp2 это три орбитали, которые вовлечены в эту гибридизацию. И таким образом мы о P электроне атомным пока забываем, он изображен красным. А пока рассмотрим вот эту структуру, которая похожа на то, что было в молекуле этана. Но только у нас в молекуле этана были три водорода, а здесь два водорода у каждой молекулы. И у нас на каждом атоме углерода, обращая внимание, есть P электрон. Связь sp2 гибридизованных электронов изображена вот этой цветом маджента. Она локализована, то есть электронная плотность локализована между двумя связями во многом. Ну, поскольку, еще раз мы посмотрим на рисунок по предыдущим. То есть для одной орбитали электронная плотность локализована здесь, для другой здесь, для другой здесь. То есть она локализована в пространстве. И есть вот эти P электроны, о которых мы сейчас будем обсуждать, которые не вовлечены в гибридизацию. Они дают еще одну связь. Помимо одинарной связи, они дают так называемую P-связь за счет перекрытия вот этих P-орбиталей соседних атомов углерода. Это ключевое понятие, ключевой момент, который нам позволяет ввести понятие P-сопряжения. То есть P-сопряжение — это перекрытие атомных орбиталей соседних атомов углерода. Именно P-орбиталей. Обращаю внимание. Перекрытие P-орбиталей. Если они перекрываются, то волновая функция, ну когда мы складываем волновые функции, это будет связывающий орбиталей, либо читаем антисвязывающий. Так вот мы их складываем, сверху, значит, они-то должны быть одного знака, их можно покрасить одним цветом, снизу другим цветом. И у нас электрон за счет этого делокализуется по всей молекуле. Вот это очень важно в P-сопряжении. То есть электрон становится делокализованным по молекуле, чего нет для SP2 гибридизованных связей, когда электронная плотность расположена строго между молекулами, она обеспечивает большую энергию связи, но при этом электронная плотность локализована. А P-электрон, ну вот мы можем посмотреть на P-связь в проекции, ну в такой проекции, это две гантельки, которые перекрываются. И вот это вот перекрытие небольшое, оно и дает вклад в P-связь. Раз. И второе, оно обеспечивает делокализацию электрона по молекуле, по всей молекуле. То есть она делокализована. Если у нас электрон делокализуется, это источник всех интересных свойств, такие как полупородниковые свойства, то есть оптическая щель или ширина запрещенной зоны, которая может лежать в видимом диапазоне или в ИК-диапазоне, а также проводимость. То есть если электрон делокализован, он может давать вклад в проводимость. Итак, этилен. Молекула этилена, которая изображена на этом слайде. То есть у нас есть сигма-связь и есть P-связь, которая образуется этой парой электронов. То есть перекрытие облаков есть сверху с одним знаком и снизу. Это одна P-связь. Поэтому между атомами углерода мы рисуем две черточки. Одна черточка связана с сигма-связями, другая с P. И при этом энергия связи, если для этилена она была длина связи 1,54, здесь она уменьшилась на 0,2 ангстрема. Это не такая уж и маленькая величина. 0,2 ангстрема. Энергия связи выросла не в два раза, конечно. Если она была 3,5, то тут она 6,2. Извините. Это связано с перекрытием P-орбиталий. P-орбиталий, что перекрытие не такое сильное, как для сигма-орбиталий. Поэтому и вклад в энергию связи не в два раза больше. Ну и короче она немножко, потому что система сильно нелинейная. Отталкивание атомных основов никто не отменял, но она стала в молекулы этилена короче, короче, чем одинарная. Интересно рассмотреть, что происходит при возбужденном состоянии молекулы этилена. Это можно сделать с помощью оптического возбуждения. Это делают с помощью ультрафиолетовой спектроскопии. Или это можно смотреть в динамике с появлением лазера сверхкоротких импульсов. Это стало возможным посмотреть, что происходит в динамике со структурой этой молекулы. Но если у нас еще пока, вот представим себе, отмотаем на 80 лет назад, допустим, у нас нет лазера сверхкоротких импульсов, но мы можем порассуждать, что может произойти. Если у нас эта молекула поглощает к вам свет, и этот электрон перемещается из основного состояния в возбужденное, то есть с низшей связывающей молекулярной орбитали, на свыше, извините, заполненной молекулярной орбитали, на низшую свободную молекулярную орбиталь, то это значит, что у нас электрон появился на антисвязывающем состоянии. То есть в этом состоянии вклад π электронов в энергию связи равен 0. То есть мы как бы можем считать, что мы вот эту связь желтенькую, которая изображена, мы ее разорвали, разрезали ножницами. И тогда у нас, вспомните про молекулы этана, более выгодное состояние, что когда этой связи нет, удерживающая молекулу в плоском состоянии, что когда у нас атомы водорода лежат все в одной плоскости, вот эти все четыре атома водорода лежат в одной плоскости, в возбужденном состоянии уже выгоднее этой молекулой скрутиться, как было в молекуле этилена, то есть развернуться. На угол, в данном случае 90 градусов, это состояние называется скрученный этилен. Это простейшая фотохимическая реакция, которую с появлением лазера сверхкоротких импульсов стало возможно наблюдать в эксперименте. И это действительно наблюдает. То есть за времена, на фемтосекундной временной шкале, вот вы возбуждаете молекулу, и она очень быстро переходит вот такое состояние, скрученное, если посмотреть в торец ее, то есть поскольку ATP электронные, а ATP электронные еще к тому же отталкиваются, в них нет теперь химической связи отталкивания электронные, оно никуда не делось, и отталкиваются водороды. То есть этилен переходит в скрученное состояние, так называемый скрученный этилен. Это простейшая фотохимическая реакция. Простейшая в каком смысле? Никакого нового вещества не образуется. Просто одна часть молекулы поворачивается относительно другой. Вот эта ширина щели, как я буду часто обозначать Е с индексом G, Gap, 7 электрон вольт соответствует ультрафиолетовому диапазону. То есть нужен такой вот ультрафиолетовый лазер, и в принципе такое можно наблюдать, и такое наблюдали. Ну вот на вопрос, как изменилась длина и сила связи при возбуждении, мы фактически ответили. При возбуждении связь превратилась в одинарную, она удлинилась, она превратилась в одинарную. И это происходит все на фентосекундных временах. Забегая чуть вперед, хочу сказать, что время колебаний, допустим, одинарной связи, оно где-то порядка десяток фентосекунд. То есть изменение длины связи может происходить на временах порядка десяти фентосекунд. И вот этот разворот одной части молекулы относительно другой, ну может десять, может шкала, фентосекундная временная шкала. То есть длина связи выросла, и сила связи ослабла. Вот что может происходить на такой очень короткой временной шкале в молекуле этилена. Скрученный этилен — простейшая фотохимическая реакция, которую мы только сейчас с вами обсудили. Ну и, наконец, последний тип гибридизации, который встречается в эксперименте, в природе. То есть откуда вот, опять же, эти СП2, СП3, СП? То есть мы наблюдаем такие соединения углерода. Мы видим, что может быть этилен образовываться, может быть, титан. И понятие гибридизации, оно позволяет это объяснить. Ну и это можно его более сформулировать, это более строго, расписать волновые функции, их угловые части. Это как бы не добавляет сильно сути, но зато нужно писать много формул. А можно обойтись и без этого. То есть в стане СП гибридизации гибридизация, гибридизуется одна С-орбиталь и одна П. То есть вот так графически это проще всего понять. Тут даже вот на картинке изображено в трехмерном виде. То есть есть одна П-орбиталь, опять разные цвета, это знаки, есть С-орбиталь. И вот мы, когда ее складываем там с одним, складываем или почитаем, делаем линейную комбинацию, у нас будет две орбитали, одна ориентирована влево, другая ориентирована вправо. Вот одна СП-орбиталь, вторая СП-орбиталь, то есть две орбитали, торчащие в разные стороны. И где это встречается? Это встречается в молекуле ацетилева. То есть мы знаем, что есть такая молекула ЦМ, ЦМ и тройная связь. Отчarson Х, Откуда берется эта тройная связь? То есть у нас гибридизуется С, С и П, образуются вот эта связь локализованная, одинарная между атомами углерода, которая здесь не показана никаким цветом. Это просто черная линия, тоненькая. То есть происходит перекрытие вот этих орбиталей, облаживается сигма-связь. Сигма-связь всегда локализована. Еще раз, она локализована между атомами. И есть две Пи-связи за счет ПХ электронов, ну, если оси Х мы считаем вертикальной, и Пи-электронов, которые обозначены тут, вот построены в проекции вот таким вот образом. Это значит, что, по идее, мы должны ожидать, что сила связи, поскольку она тройная, должна быть выше, чем в эти линии, а длина связи короче. Действительно, это так. Если мы посмотрим на экспериментальные данные, эксперимент дает длина связи тройной уже 1,2 ангстрема. 1,2. То есть 1,54 – это была одинарная связь, 1,35 или 34, не помню, была двойная связь, а это еще короче. Энергия связи еще больше. Но опять неаддитивно, потому что система сильно нелинейная. То есть 8,3 электронов вольт. В этом смысле ацетилен – это наиболее энергетическая молекула, поскольку если мы делаем химическую реакцию, например, сжигаем эти ацетилен, какую-то сварку там делаем еще, почему ацетилен используют? Потому что у него вот эти пи-электроны, и он наиболее реакционно способен. У нас большая энергиесвязь, мы можем ее освободить. То есть на одну молекулу приходится 8,3 электронов вольта, в отличие от этана. То есть выгоднее сжечь килограмм, ну, моль, давайте так говорим, или килограмм, можно сказать. И так, и так гораздо выгоднее в несколько раз сжечь килограмм, или единицу объема, или единицу массы ацетилена, чем этилена или этана. Поэтому это вещество используют для сварки. Ну, вот эти выводы практически уже были сказаны. То есть длина тройной связи короче двойной-одинарной, и чем выше кратность связи, число черточек, тем больше силы связи. Ну, и сейчас я смотрю на часы. Мы фактически исчерпали наше время. И на этом я хочу закончить лекцию, прежде чем перейти к более сложным молекулам, которые мы будем, и полимерам, которые мы будем рассматривать на следующей лекции. Эту лекцию, она будет записана, и видео со временем выложено на портале Тичин. Вчера вышел приказ по физическому факультету, что с 24 числа мы переходим на очную форму обучения, поэтому следующая лекция состоится в расписании вторая пара пятницы в корпусе нелинейной оптики в малом конференц-зале, и будет проходить в очном режиме. По презентацию я буду выгружать в облако, но пока я не знаю, кто слушает курсы и кому посылать. Поэтому, наверное, мы можем это обсудить при очной встрече, когда я увижу, кто реально придет на лекцию. На этом я заканчиваю. Спасибо за внимание и до встречи через неделю.